Спонсор выпуска – компания «Ямагучи». Сила японского массажа и домашний фитнес. «Ямагучи» с заботой о каждом. «Ямагучи» В ожидании инвестиционного форума. В Сочи подписано соглашение о строительстве отеля мировой сети. Где он появится и по каким стандартам будет работать. С Новым годом с QR-кодом. В Сочи туристов встречают волонтеры в новогодних костюмах. В чем смысл акции и как долго она продлится. Очередная кража, пожар и крупная партия наркотических средств. Об этом и других происшествиях более подробно расскажем в сводке ЧП. Сегодня настоящая зима вступила в свои права в горах Сочи. Там выпало около 20 мм снега. Все службы работают в режиме повышенной готовности. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям передвигаться в горном кластере исключительно на автомобилях, оборудованных зимней резиной. Напомню, штормовое предупреждение действует в Сочи до конца суток 24 декабря. Ожидается значительное похолодание, выпадение обильных осадков, налипание снега на деревьях и проводах. Ну а новый кадровый центр «Работа России» откроется в Сочи до конца года. Об этом стало известно во время обхода центрального района курорта главой города Алексеем Копайгородским. О том, где будет располагаться новый центр, и также о том, где еще побывал мэр, расскажет Анастасия Гирфанова. Было принято решение о переносе части функционала центра на улице Новогинской в новый центр на Островского, где теперь будет проводиться прием граждан. В связи с типовыми требованиями, едиными по центрам занятости, было принято решение министерства о том, что мы будем осуществлять теперь прием граждан на первом этаже на Островского, 37. В связи с этим мы здесь произвели капитальный ремонт, и в скором времени до конца года планируем открываться. Офис разбит на несколько зон. Для индивидуальной работы с оискателями и работодателями есть место для проферентационной работы, а также кабинеты социальной адаптации и психологической помощи. Хорошо, что в центре города такой центр максимально удобный для всех горожан. У каждого в жизни трудности бывает. Мы знаем, что специалисты в вашей службе, они высокопрофессиональные. Ну и самое главное, все время новые тренды, цифровизация, комфорт, удобство. Главное, чтобы человек, который сюда пришел, получил помощь, поддержку. Глава города также посетил новый зал единоборств для воспитанников муниципальной спортшколы номер 16. Он расположен неподалеку в одном из блоков торговой галереи. Со следующего года там смогут принять в секции еще больше ста спортсменов. Они будут осваивать дзюдо, боевое самбо, тайский бокс. В зале могут заниматься, у нас тренироваться одновременно более 25 детей. Тренировка у нас, соответственно, представляет спортивную школу. Мы, соответственно, будем добирать детей. Добавлю, что ремонт и покупка нового оборудования оплатила Федерация дзюдо и самбо города. В Сочи появится первый отель мировой сети «Хилтон». В рамках подготовки к всероссийскому инвестиционному форуму вице-губернатор Краснодарского края Александр Рупель подписал рамочное соглашение с инвестором. Он сделал обход двух отелей в Америкинской низменности. Первым посетили семейный курорт Alien Family Resort & Spa Sputnik, являющийся лидером города Сочи в работе по системе «Ультра всё включено». Руководители гостиницы провели вице-губернатору экскурсию по основным частям отеля и рассказали о преимуществах их работы в данной концепции. Там же есть еще и коктейль-бар, который работает в режиме с 10 до 0 часов, где гостям предлагаются прохладительные напитки, чай, кофе. Тоже по системе «Ультра всё включено». Далее Александр Рупель ознакомился с семейным санаторно-курортным комплексом Bridge Resort, работающий по направлению «Всё включено». Вице-губернатор был впечатлен высоким уровнем предоставления услуг и оснащения осмотренных комплексов. Здесь есть и «Всё включено», есть и обычные наборы для разного, как говорится, туриста, потому что у каждого разные, в том числе и финансовые возможности, и такой подход мы должны сохранять. Но именно по емкости «Всё включено», «Ультра всё включено» нам действительно нужно расширяться. На территории Краснодарского края количество отелей по системе «Всё включено» ежегодно растет. Если в 2017 году по такому формату работало 30 средств размещения, то в этом году уже 80 организаций предлагают туристам свои услуги. Важной темой обсуждения стали единые стандарты организации сервисов по концепциям «Всё включено» и «Ультра всё включено» в гостиницах и иных средствах размещения в Краснодарском крае. Перечень пунктов разработанного стандарта на заседании озвучила временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. Если говорить о поценке зарубежного опыта, мы опирались здесь на те объекты, которые, по мнению наших турагентов и туроператоров, наиболее востребованы у наших листей. С учётом того, что 24 организаций уже разработали свои программы, мы уверены, что и остальные последуют их примеру, потому что это действительно актуальная проблема, и эта услуга актуальна и востребована. Соответственно, я думаю, в следующем году количество организаций, которые подготовят собственные лечебные программы, будет только увеличиваться. Также в рамках рабочей поездки в Сочи подписано рамочное соглашение о взаимодействии Краснодарского края и компании «Мегастрой» в реализации проекта строительства гостиничного комплекса категории «4 звезды» на территории Красной Поляны. Российский инвестиционный форум пройдёт в феврале 2022 года на площадке федеральной территории «Сириус». Деловая программа представит собой пять тематических треков, сформированных из национальных целей развития. Первый – на обсуждение вопрос сохранения населения, здоровья и благополучия людей. Например, в Сочи в этом году санаторно-курортные комплексы активно разрабатывают свои программы реабилитации после перенесённого коронавирусного заболевания. Также на российском инвестиционном форуме будут обсуждаться возможности для самореализации и развития талантов. Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство – комфортная и безопасная среда для жизни. До Нового года осталось 11 дней. На курорт продолжают прибывать туристы. Все они станут участниками акции под названием «С Новым годом!» с QR-кодом. На железнодорожном вокзале иногородних гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Они раздают медицинские маски и листовки о пользе вакцинации, а также о соблюдении социальной дистанции и санитарно-эпидиологических норм. Персонажи сказочные, а правила вполне настоящие. Забывать о них нельзя даже во время отдыха. Цель акции – показать, что город Сочи гостеприимный, показать, что мы заботимся о наших гостях и проводим для них информационную разъяснительную работу, выдавая эти листовки и выдавая им маски, вдруг они забыли, чтобы они не забывали эти маски надевать в общественных местах. Многие гости города-курорта положительно реагировали на такую акцию и делились своим мнением о вакцинации. Приятно. Вот это новогодний подарок. Сам вакцинируем. И желаю, чтобы все люди это сделали. Потому что, если каждый человек не поборется, то, видимо, это болеть будет долго у нас. Мы все у нас как положено, привиты, да, с кодами. Сделал вакцину, ничего, никаких побочных эффектов не было. Прекрасно себя чувствую. Акции продлятся на территории Сочи до конца декабря. В них будут задействованы студенты сочинских образовательных организаций и активисты добровольческого движения. Согласно последним данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Краснодарском крае выявили еще 521 новый случай заболевания опасной инфекцией среди заразившихся 50 детей. И вот как выглядит картина в целом по краю. В Краснодаре подтвердили 267 случаев коронавирусной инфекции, в Армавире – 22, в Сочи – 20 заболевших, в Динском районе – 18, в Анапе – 15 пациентов. В других муниципалитетах – наименьшие показатели. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани преодолело отметку 113,5 тысяч. Количество выздоровевших практически достигло 90 тысяч. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 97 пациентов. Летальных исходов – 9541. В этом году в Сочи стало меньше правонарушений. Такие данные озвучили в мэрии курорта. В администрации города перед главой Алексеем Капайгородским продолжают отчитываться о проделанной работе отраслевые подразделения. О результатах работы отчитывались департамент по взаимодействию с правоохранительными органами и управление по делам казачества и военным вопросам. И, как отметил глава города, Сочи по праву считается самым безопасным курортом страны как для проживания, так и для отдыха. Этот уровень необходимо поддерживать, подчеркнул он. «Отдельная нагрузка – это зимний курортный сезон, летний курортный сезон, но теперь у нас еще и постоянно межсезонье. Поэтому все объекты санаторно-курортной отрасли, системы общепит, транспортная отрасль, да и вообще места массового скопления людей, экскурсионные туристические маршруты должны быть под постоянным патронажем всех. Все коллеги, которые сегодня охраняют, мы должны понимать, какие лицензии на что у них есть и какие мероприятия провести. И все время тотальный контроль». В этом году власти организовали работу межведомственных комиссий по обследованию объектов на предмет безопасности. Это санатории и гостиницы, пляжи, детские лагеря, торговые точки, церкви, вокзалы. Всего более 600 объектов. «Во время летнего сезона было обследовано 220 объектов. По 8 материалам, где были выявлены нарушения, материалы были направлены в прокуратуру города Сочи, были приняты меры реагирования. Соответственно, объекты были приведены в соответствии с требованиями законодательства. Также нами были обследованы большие гипермаркеты, магниты, перекрёсток, окей. Были выявлены также нарушения в магазинах магнит. Материалы были переданы в прокуратуру. В прокуратуру было внесено два представления. В настоящее время нарушения устраняются». Управление по делам казачества и военным вопросам взаимодействует с четырьмя районными казачьими обществами. Казаки вместе с полицейскими ежедневно патрулируют улицы курорта. За 11 месяцев было свыше 37 тысяч выходов на охрану общественного порядка. Также казачьи дружины постоянно участвуют в рейдах по соблюдению правопорядка. Таких с начала года было около 90. Что касается патриотического воспитания призывников, в школах с участием военнослужащих провели 37 так называемых уроков мужества. В Красной Поляне два человека погибли во время пожара в строящемся доме на улице Чешковской. По предварительным данным, рано утром 20 декабря в одной из комнат трехэтажного нежилого здания произошло возгорание. Прибывшие на место огнеборцы локализовали пожар, после чего в помещении на первом этаже были обнаружены тела двух мужчин. Причины произошедшего устанавливают следователи. О том, что еще случилось на курорте, расскажем далее. В Адлерском районе на улице Ленина украли декоративную скульптуру повара. Молодые люди, прогуливаясь, не смогли пройти мимо. Девушке приглянулась фигура, и она решила призвать на помощь своего спутника. Тот охотно согласился и общими усилиями фигуру унесли в неизвестном направлении. Хозяин заведения предлагает вернуть украденное на место, в противном случае он заявит в полицию. Накануне в Сочи полиция устроила погоню за таксистом. Инцидент произошел на пересечении курортного проспекта и улицы Учительская в Хостинском районе. Водитель автомобиля без государственных регистрационных знаков проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке и продолжил движение. В ходе преследования лихача остановили. За рулем находился 29-летний житель города Брянска. Водителю выписали три штрафа. От медицинского освидетельствования он отказался. В ночь на 21 декабря на улице Ленина в Адлерском районе сгорел шиномонтажный комплекс. Диспетчеру поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания общей площадью 240 квадратных метров. После чего на место незамедлительно прибыли пожарные. К этому моменту все здание было в огне. Существовала угроза для соседних строений. Через час пожар был ликвидирован. К его устранению были привлечены 15 сотрудников личного состава МЧС и 6 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет, причины случившегося устанавливаются. На улице Воровского странный пешеход блокировал дорожное движение. На видео очевидцев мужчина средних лет переграждал путь автомобилем. Причем в качестве своих жертв хулиган выбирал именно внедорожники, устраивая затор на проезжей части. Обстоятельства выясняются. В Адлерском районе Сочи в полицию обратились местные жители с просьбой проверить подозрительных людей в лесу недалеко от многоквартирного дома. При виде правоохранителей молодой человек и женщина выбросили в траву черные свертки и попытались скрыться. В итоге стражи правопорядка задержали 51-летнюю приезжую из Ставропольского края и ее 20-летнего сына. При осмотре места происшествия было изъято 44 свертка с наркотиком-мефедроном. Общей массой более 60 граммов. Установлено запрещенное вещество, злоумышленники планировали сбыть на территории курорта путем осуществления закладок. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу. Это не все, о чем мы хотели рассказать. Смотрите во второй части программы. Есть что вспомнить и чем гордиться. Федерация бокса Сочи подвела итоги года. О самых ярких победах наших спортсменов расскажем в специальном репортаже. Бескорыстная забота о четвероногих друзьях. В горах Сочи прокладывают трубопровод, чтобы обеспечить собачий приют. Когда планируют завершить работы и кто финансирует проект. Далее блок коммерческой информации. Не переключайтесь. Гипермаркет низких цен «Маяк». Макаронные изделия марки «Борилла» за 59,90. Держи курс на «Маяк». «Атлер». Гастелло 42. Созвездие «Табрис» исполняет желание. Деликатесы на любой вкус. Подарки для близких и украшения для праздника. Супермаркет «Табрис». ТРЦ «Олимп». В санатории Заполярье требуется персонал. Официальное трудоустройство, полный соцпакет и нагородним предоставляется общежитие. Телефон 8-988-150-1023. В преддверии Нового года, пожалуй, ни один стол не обходится без рыбных деликатесов. И свои двери икра и рыба Камчатская открываются 23 декабря со свежим уловом. Здесь представлено более 35 видов рыб. Палтус, белорыбица, нерка, чавыча, муксун. Коронный продукт среди камчатского улова, конечно же, чавыча. И куда без свежей зернистой красной икры. Все от производителя. Икринка к икринке, прям такая маслянистая, жирненькая. Что ложкой сын кушал, что на икру, что икру намазывали на бутерброд. Ну здорово, просто замечательно. Чавыча. Она нежная, сладкая, как говорится, вкусная. Прям вообще тает во рту. И здесь вот слабосоледная чавыча очень хорошего качества. Вот очень хорошего качества. Вот я сейчас возьму икру. Очень хорошая икра. Вот именно здесь вот берем. Все очень качественно. Продавцы работают с соблюдением санитарных норм. Маски, перчатки, у прилавок защитные экраны. Торопитесь. Икра и рыба Камчатская в этом году приезжает в последний раз. До 26 декабря включительно. Гранд-отель «Жемчужина». Вы сами создаете свой стильный домашний компактный фитнес-зал. Виброплатформа, фитнес-ленты, слэмбол, гребной тренажер, петли для функционального тренинга, боксерский мешок, велотренажер, беговая дорожка, массажное кресло, фитнес-зал «Ямагучи». Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном городе. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». Сочи высадили краснокнижные пицунские сосны. Они появились в самом центре города, в районе Приморской набережной и зала фестивальной. Инициатором выступила компания «Юниверсити Плаза». Это не первая подобная эко-акция. Весной этого года на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка уже были высажены 53 алепских и пицунских сосен. В Сочи высадили краснокнижные Шейка, это место, где соединяется ствол с комом, не была заглублена в яму глубоко. Перед высадкой молодых деревьев обязательный инструктаж. Сотрудники компании «Юниверсити Плаза» с полной ответственностью подошли к важному событию. Только за поддержание экосистемы нашей планеты, нашего замечательного города. Очень горд, что доверили такую честь мне. Надеюсь, что будет расти здорово, красиво будем приходить сюда с женой, с детьми, с внуками. Всегда охотно соглашаюсь на эти акции. Это очень интересно. Это вклад в развитие города Сочи, экологии города. На четырёх участках у зала фестивальны высажено восемь новых молодых деревьев высотой около полутора метров. Данные саженцы сосны пицунской были посажены и выращены на территории города. Значит, они уже адаптированы к нашему климату. В дальнейшем за этими соснами будет уход в течение года. Специалисты также будут делать обработки, необходимые для роста растений, и также делать уходные работы за прилегающие территории. Юниверсити Плаза сотрудничает со специалистами по озеленению. Например, дендрологи определяют места для высадки и отбирают деревья в питомниках, ухаживают за саженцами. В следующем году в городе появится ещё минимум 30 пицунских и алепских сосен. Места мы определили совместно с департаментом лесопаркового хозяйства администрации города. К высадке крупномерных деревьев есть определённые требования, и специалисты выделили здесь восемь мест, возможные для посадки. Ранее по инициативе Юниверсити Плаза 53 новых сосны уже появились в разных районах Сочи, включая набережную реки Псахея. Декабрь – традиционное время подведения итогов. Так, накануне о проделанной работе за минувшие 12 месяцев рассказал председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. И вот несколько фрагментов интервью. Осенью 2020 года, когда был избран новый состав городского собрания, да, в действительности прошло обновление. У нас из 50 депутатов 30 избранных вновь. Но я хочу сказать, что есть и депутаты, которым мы гордимся, уже их работой, их отношением к людям, проблемам нашего города. Это есть, которые избраны третий раз, есть, которые избраны четвертый раз, а есть, которые и пятый раз. Им люди, старожилы, которые доверяют решению тех проблем в городском собрании. Если брать по политическому направлению, то основную часть наших депутатов составляет это члены Единой России, после этого идет ЛДПР, Справедливая Россия и партия Роста. По профессиональному признаку практически представлены у нас все основные отрасли нашего города. То есть, есть представители санаторно-курортной отрасли, общепита, дорожники, образование, спорт. То есть, я хочу сказать, что вот люди, конечно, разных характеров, опыта, жизненной и так далее, но случайных людей в нашем городском собрании нет. Охват по всем направлениям. По всем направлениям. То есть, вот на сегодняшний день, если говорить, что те задачи, которые, те вопросы, которые мы обсуждали на сессии, практически по каждому направлению у нас есть эксперты. То есть, они, как состоявшиеся руководители, которые знают проблему изнутри, они могут выдать их заключение. И самое главное, что мы на основании их заключения можем принять правильное решение. Работа депутата, она делится на две основные части и главные части. Первая – это нормативная база, о которой мы только что говорили, какие решения мы принимали. А второе направление – это работа с людьми в своих избирательных округах. И поэтому основная задача депутата – это выслушать человека, уметь выслушать этого человека, понять его проблему, помочь ему решить. Полную версию программы подробно смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем YouTube-канале «Сочи-24». В Сочи завершились чемпионат и первенство Краснодарского края по тэквондо. Бои были организованы в спортивно-гостиничном комплексе «Лао-Арена». В них приняли участие более 300 спортсменов. Наш корреспондент Дарья Дмитриева побывала на состязаниях и готова рассказать, как развивается этот вид боевого искусства в крае и в городе Сочи. Организаторами краевых соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и Спортивная федерация тэквондо и ТФ Краснодарского края. У нас сейчас проходит чемпионат первенства по тэквондо и ТФ. Это отбор на чемпионат первенства России, который пойдет также в городе Сочи 3-6 февраля 2022 года. У нас выступает около 12 муниципальных образований. Только от Сочи в соревнованиях приняли участие около 60 человек. За победу на первенстве состязались спортсмены разных категорий. На ковер выходили ребята в возрасте от 11 до 18 лет. А в чемпионате свои навыки демонстрировали участники от 18 до 39. Соревнования проходили по четырем направлениям. У нас есть формальный комплекс, это туль. Он проходит как индивидуальный, так же, как и группа. Также весовая категория спарринга также проходит индивидуально и группа. Для Сочи тэквондо – родной вид спорта. Воспитанием будущих чемпионов на курорте занимается спортивная школа номер 5 в Хостинском районе. «Очень много детей и подростков занимается этим видом спорта. Мы, конечно, очень поддерживаем, стараемся и соревнования организовывать, и какие-то выезды организовывать, чтобы и дети, и тренеры, и даже судейские бригады свое мастерство постоянно совершенствовали. Вот это наша работа». Чемпионаты первенства края проходили как среди юношей, так и девушек. При этом хрупкими представительниц прекрасного пола в тэквондо уже не назовешь. Так, Соченко Ивана Коваль занимается любимым спортом уже 12 лет. В 2020 году девушка стала чемпионкой России среди юниоров по тэквондо. На краевых соревнованиях у спортсменки было два боя с противниками из Новосибирска. Теперь Ивана готовится к участию в чемпионате России. «Стала чемпионкой чемпионата Краснодарского края тэквондо ИТФ по спаррингам и серебряной призеркой по тулям среди женщин». Арсений Хламов занимается этим видом спорта уже 15 лет. Он победитель Кубка России по тэквондо и призер бронзовой медали чемпионата Европы. Не только остается действующим спортсменом, но и работает тренером по тэквондо. Его ученики, как и он сам, также приняли участие в краевых соревнованиях. Арсений занял первое место в личном зачете в спарринге и второе место в тулях. «Очень важны краевые соревнования. Во-первых, это отбор в сборную края, потому что спортсмены, дети и взрослые ребята могут проявить себя на уровне России». На предстоящие в феврале чемпионаты первенства России попадут спортсмены, ставшие обладателями золотой и серебряной медалей краевого турнира. Узнать подробнее о федерации тэквондо в Сочи и записаться на занятия по этому виду спорта можно на официальных сайтах и инстаграм-аккаунтах, которые вы видите на своих экранах. Дарья Дмитриева, Евгений Химченко. Время новостей. Федерация бокса Сочи подвела итоги работы за 2021-й. В текущем году спортсмены выступали результативно на соревнованиях всех уровней. Сборная города заняла первое общекомандное место на первенстве Краснодарского края по боксу среди юношей 13-14 лет, получив 9 золотых медалей. Событий и побед было немало. Есть что вспомнить и чем гордиться. Так, в этом году в Сочи прошел традиционный краевой турнир по боксу в памяти Мартироса Нагуляна, по результатам которого семь горожан получили разряд кандидата в мастера спорта. Еще на курорте было возобновлено проведение всероссийских соревнований по боксу в памяти летчика-космонавта СССР Виталия Севастьянова среди юниоров. Сочинские боксеры показали отличную подготовку. Трое спортсменов города стали победителями турнира и получили звание мастеров спорта России. Я хочу отметить, что я как руководитель федерации бокса города Сочи оцениваю работу коллектива спортсменов и тренеров на оценку «отлично». Аветис Налбандян, Карен Соловьев и Андрей Пегливанян стали победителями мастерского турнира в Сочи и одного из сильнейших турниров страны – Кубка России, который завершился накануне в Санкт-Петербурге. В полной мере была выполнена программа тренировочных сборов для спортсменов-лидеров. Это как положительный пример совместной деятельности федерации по видам спорта и школы Олимпийского резерва номер 3 города Сочи. То есть, чтобы достигать высоких спортивных результатов, поставленных целей и задач, именно вот это взаимодействие, их тесное сотрудничество многолетнее позволило им добиться в 2021 году больших, высоких спортивных результатов. Деятельность Сочинской городской федерации бокса направлена на активное развитие этого вида спорта в Сочи. Сегодня около 72 человек в составе национальной сборной по всем отделениям нашим. И это строительство площадок ГТО в этом году, спортивной школы, нацпроект. Это также выступления и выезды на международные соревнования. Тренировки по боксу проходят на 28 спортивных базах и в общеобразовательных учреждениях. Боксерские залы расположены в Лазаревском, Вардане, Лао, Дагомысе, Измайловке, Барановке, Кудепсте, микрорайоне Блинова, Адлере. Полностью охвачен центр города. На сегодняшний день этим видом спорта на курорте занимаются более 1700 детей. К работе привлечены более 40 высококвалифицированных тренеров-преподавателей, среди которых заслуженные тренеры России, тренеры высшей категории, мастера спорта международного класса, мастера спорта России, участники Олимпийских игр. В горах Сочи прокладывают полукилометровый трубопровод, чтобы обеспечить собачий приют БИМ водой. Специалисты водоканала выполнили уже более половины работ. Обеспечить питьевой водой приют для бездомных животных коммунальщики решили по согласованию с властями курорта. Сами же работы финансирует частный инвестор. Напомню, на территории курорта работает известный питомник БИМ Сочи. Сейчас в нем проживают около полутысячи бездомных собак. Организация существует исключительно за счет добровольных пожертвований и помощи волонтеров. При этом находится в горах и не имеет доступа к электричеству и чистой воде. Проблема будет решена прокладкой сетей водоснабжения около полукилометра длиной. Они запитают приют к ближайшему магистральному водоводу. В данный момент специалисты водоканала уже проложили более 300 метров труб. Завершить работы планируют к началу 2022 года. Краснополянская косметика стала лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России 2021» и удостоилась звания лучшего бренда натуральной косметики в категории «Природные ресурсы и экология». Забережное использование природных ресурсов, автономную работу на зеленой энергии и минимализацию углеродного следа за счет создания полного цикла производства. Церемония награждения состоялась в Сочи в рамках одноименного экономического форума. Программа «Развитие регионов. Лучшее для России». Ежегодная награда, вручаемая за проекты по развитию регионов компаниям, работающим во благо России. Создатели бренда «Краснополянская косметика» бережно используют природные ресурсы. Ингредиенты закупают у проверенных партнеров с сертификатами качества, в которых есть полная информация о клинических испытаниях. Здесь не испытывают косметику на животных, почти вся упаковка пригодна для вторичной переработки. «Краснополянская косметика» сегодня признанный бренд, который уже более 15 лет производят в горах Красной Поляны. Все средства сочетают в себе пользу природных ингредиентов, заботливо выращенных на собственной экоферме. На этом у меня все. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке, IP-телевидении и онлайн на сайте sochi24.tv. Но за самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале «Сочи-24». Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp-номер на вашем экране. Ну а информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Израиль постепенно закрывает небо для своих граждан. Власти внесли еще 10 стран, включая США, в список стран, запрещенных для поездок. Исключение делают только в особых случаях. Для иностранцев границы закрыты с конца ноября. Эти меры ввели из-за нового штамма Омикрон. Теперь аэропорт Бен-Гуриона почти опустел. «Я собираюсь лететь в Бельгию, в Антверпен. Видя аэропорт, я очень расстроился. Людей нет, ресторан закрыт, здесь все закрыто. И это выглядит не очень хорошо. Правильно, что власти стараются предотвратить распространение COVID. А я лечу к семье, и мне повезло, что это еще возможно. Думаю, через несколько дней вообще все закроют. По-моему, эти меры немного чрезмерные. Вероятно, нам придется научиться несколько лет жить с этим вирусом, который будет мутировать. Неразумно закрывать страны каждый раз, когда появляется новый штамм». Премьер-министр Израиля заявил, что страна выиграла немного времени благодаря ограничениям на поездки, однако сейчас ситуация меняется. По его словам, в ближайшие недели начнется новая вспышка коронавируса. По официальным данным, в Израиле выявили более 130 подтвержденных случаев омикрон-штамма и 300 предполагаемых. Сейчас для израильтян под запретом многие европейские страны, а также США, Турция, ОАЭ и 50 африканских государств. Те, кто возвращается оттуда, должны сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин. Это голосование назвали недемократическим, и оно прошло при рекордно низкой явке. В Гонконге, автономном регионе Китая, выбрали местный парламент. Хотя остров, бывшая британская колония, должен управляться по демократическим нормам, но всё больше влияния здесь оказывает правящая в Китае компартия. Раньше в парламент проходило много продемократических кандидатов. В этот раз избираться разрешили только утверждённым так называемым патриотам. Явка составила чуть более 30%. Для сравнения, в 2016 году голосовавших было в два раза больше. Победу одержали пропекинские кандидаты. Правозащитники, активисты и западное правительство говорят, что голосование нельзя назвать демократическим. Основные оппозиционные партии не смогли получить ни одного кресла. Не будет в парламенте также умеренных демократов и независимых кандидатов. Некоторые продемократические активисты назвали низкую явку осознанным бойкотом со стороны гонконгцев. Однако пропекинский лидер региона Кэрри Лам так не считает. Думаю, избиратели имели свои причины. Например, им могла помешать нынешняя атмосфера в обществе, качество кандидатов и даже погода в день голосования. В 2019 году в Гонконге также выбирали глав районных советов. Голосование проходило на фоне волны антиправительственных выступлений. Тогда явка была рекордно высокой и победу с большим отрывом одержали демократы. Однако с тех пор ситуация в регионе очень изменилась. Пекин принял здесь закон о нацбезопасности, который позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами. Максимальный срок пожизненно. Кроме того, Компартия изменила правила всеобщих выборов. Она увеличила процент кандидатов, которых Пекин утверждает напрямую, и сократила число тех, кого избирают граждане. Напомним, Великобритания передала Гонконг под управление КНР в 1997 году. Турецкая лира, которая недавно обвалилась на 11%, в понедельник вернула около 10% стоимости. Если ранее курс составлял более 18 лир за один доллар, то теперь он опустился примерно до 15 лир. Национальная валюта Турции восстановилась после того, как президент Таип Эрдоган предпринял экстренные меры. При этом он по-прежнему не планирует отказываться от своего плана по урезанию процентных ставок, который и привёл к падению курса. Выступая перед кабинетом министров, Эрдоган сказал, что обвалов больше не будет. «С этого момента ни один гражданин не будет чувствовать потребность обменивать свои запасы турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что поднимется курс». Он также призвал инвесторов вкладывать деньги в турецкие проекты, а ещё пообещал помочь экспортерам и пенсионерам. «После урезания процентных ставок в ближайшие месяцы мы увидим снижение инфляции». Урезание базовых ставок в Турции проводят сентября. За этот период страна погрузилась в худший валютный кризис за 20 лет. Только за последний месяц лира потеряла 35% своей стоимости. Экономисты называют модель низких ставок безрассудной и говорят, что в следующем году инфляция превысит 30%. Японские космические туристы вернулись на Землю после 12-дневной миссии на МКС. Спускаемый аппарат «Союз» сел в казахстанской степи. На нём прибыли миллиардер Юсаку Маэдзава, его помощник Йодзе Хирана и командир корабля Александр Мисуркин. Все трое чувствуют себя хорошо. Впереди две-три недели реабилитации в Звёздном городке под Москвой. Маэдзава коллекционер и владелец компании по продаже одежды. Он оплатил два туристических места для полёта на российском корабле. С собой взял продюсера, который отвечал за съёмки путешествия. Позже бизнесмен выложит видео на свой YouTube-канал. На МКС японец выполнял различные задания. Идеи подсказали пользователи интернета. Оба туриста также поучаствовали в медицинском эксперименте в рамках научной программы станции. Он направлен на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации. Японский миллиардер говорит, что полёт на МКС для него своего рода репетиция. В 2023 году он совершит полёт вокруг Луны на корабле компании SpaceX. Маэдзава ищет восемь человек для совместного путешествия. Это должны быть деятели искусства. Для них полёт будет бесплатным. спонсор выпуска компания Ямагучи. Сила японского массажа и домашний фитнес. Ямагучи с заботой о каждом. КОНЕЦ Телеканал «Сочи-24» приглашает своих зрителей к просмотру захватывающей военной драмы. Голливудская кинолента «Уцелевшая» основана на реальных событиях, которые описал солдат в своей автобиографической книге. Наша цель – один из главных полевых командиров «Талибана». Шах убил 20 морпехов только на прошлой неделе. 20. Афганистан 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов. Но попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой, и все они погибают героями. Все, кроме одного. Для уцелевшего Маркуса бой только начинается. Он любой ценой должен выжить и пробраться на базу Удастся ли главному герою преодолеть препятствия и выжить? Узнаете, посмотрев триллер «Уцелевшие» в эту среду 22 декабря в 21.00 на канале «Сочи-24». Продолжение следует...